Василий Сталин. Жизнь этого человека была яркой, но трагической. Его биография хранит множество загадок. До сих пор неизвестны истинные причины его смерти. Главный вопрос. Умер Василий Сталин или был убит? 19 марта 1962 года. Казань. В доме 105 по улице Гагарина найден мертвым генерал-лейтенант авиации Василий Джугашвили. Вся страна знает его как Василия Сталина, младшего сына вождя. На тот момент ему было чуть больше 40. Что стало истинной причиной смерти молодого генерала. Казалось бы, все ясно. Алкогольная интоксикация. Это официальная версия, и она выглядит вполне убедительно. Если не считать нескольких деталей. Одна из них – окровавленная простыня, которой был накрыт Сталин. С какой стати она должна была быть окровавленной, если человек просто скачал за алкоголем? Объясните. На руках у Василия Сталина, вот на запястьях, были черные пятна. То есть, то ли его сжимали, то ли давили. Официальных разъяснений по этому поводу не последовало. А на похоронах Василия Сталина было разрешено присутствовать лишь ограниченному кругу людей. Всем остальным правоохранительные органы Казани закрыли вход на Арское кладбище. И тоже без каких-либо комментариев. В чем же была причина такой секретности? В истории СССР Василий Сталин – единственный человек, ставший генералом в 25 лет. Сегодня многие уверены – это всесильный отец продвинул отброска. Но эксперты свидетельствуют – Василий сам по себе был незаврядной личностью, отличным летчиком и грамотным командиром. Василий был по-своему выдающимся командующим. Когда он принял ВВС Московского военного округа, начал жестоко бороться с пьянством. Через год округ вышел на второе место. Следующий год он занял первое, потом еще раз первое. За это уже полагался орден. Ему отец не дал. И еще раз первое. Заслуженный летчик-испытатель СССР Степан Микоян – живая легенда отечественной авиации. У него с Василием Сталином были особые отношения. Ведь Микоян, сам сын высокопоставленного партийца, знал Василия с детства. У нас котов был на даче небольшой. Вот он приходил, мы катались на коньках. А потом мы с ним вместе в конно-спортивной школе занимались. Им так и не довелось служить вместе. Но Микоян много знал о Василии от друзей летчиков. Особенно известным сын вождя стал сразу после войны. Хотя он был полковник тогда, но его слушались как генерала. Но и при этом вот летчики, которых он вокруг себя держал, вот такая группа приближенных, они, конечно, и гордились, что вот у них такой шеф, вот они дружат, вот они общаются с сыном Сталина. Василий Сталин заботился о благополучии своих подчиненных. Они раньше других получали квартиры, да и служили в лучших условиях. Он мог там квартиры тут же дарить. Другое дело, что ему это, ну, легко было, может быть, сделать. Или там всем по машине победа. Уж не говоря там часы или еще что-то. Карьера сына вождя была поистине головокружительной. Никогда там, да, не был подполковником, например. То есть он потом получил полковник. Потому что якобы главнокомандующий ВВС попросил ему помочь выделить здание под главкомат. И Василий там, так скажем, через окружение отца это дело пробил. Благодаря, опять-таки, тому, что он был сыном Сталина. Младшему Сталину многие старались угодить. Но и врагов он нажил огромное количество. Ведь генерал считал себя неприкасаемым. Фамилию он пользовался, естественно, всегда и во всем. При этом ему говорили, ну почему ты Сталин, да? Ты же Джугашвили. И он всегда пытался объяснить, что он Сталин. Но так он никому это не смог объяснить. Как командир полка, конечно, вел себя нагло. Он мог брать в неограниченных количествах водку со складов под фамилией Сталин. Это вообще отдельная страница в жизни Василия Сталина. Застолья молодого генерала гремели на всю Красную, потом и Советскую армию. Ну, надо сказать, насчет выпивки у него всегда была эта беда. Вот и во время войны он пил. Когда в Москве работали, он любил ужины у себя устраивать на даче. Приглашал много людей. Собутыльники у него были, все те же летчики, известные актеры, да? Даже Стаханов был среди его собутыльников. Естественно, с человеком, носящим фамилию Сталином, было интересно всем крутиться вокруг. Выпивая, Василий становился неуправляемым. Вот один из типичных случаев. Нетрезвого генерала остановил постовой милиционер. Василий ему через окошко дает права. Тот их читает, видит Сталин, меняется в лице и вот так вот, наклоняясь, ему просовывает права обратно. А Василий берет и вот так ему, говорит, по носу, вот так этими правами, говорит, так, щелк, щелк, щелк. Вот, сами подумайте. Конечно, это вот барское такое, он мог позволить себе только благодаря фамилии. Режиссер Александр Бурдонский, сын генерала. В 40-е и 50-е, в золотое сталинское время, он был еще ребенком. Но воспоминания об отцовских загулах будут преследовать его до конца жизни. Когда у него бывали заполи, он пел, он становился очень тяжелым. Очень тяжелым. И, конечно, это было, что говорить. Было. Известный актер Владимир Стеклов сыграл Василия Сталина в кино. Он, как мог, попытался отразить сложный характер своего героя. Если бы не его личностные такие выплески, черты характера, которые явно повредили его и человеческой судьбе, и карьерной, то наверняка он, может быть, дослужился до более каких-то высших чинов. Принято считать, Василий стал особенно крепко выпивать после смерти своего отца. Алкоголь и нервное потрясение подорвали здоровье летчика. Именно поэтому версия о смерти Сталина от алкогольной интоксикации казалась вполне правдоподобной. У него здоровье, конечно, было неважно. Очень мало ела, в основном он курил и пил. Это все повлияло. У него, конечно, желудок был ненормальный. И все-таки нашлись люди, которые усомнились в официальной причине смерти. Уж очень странными оказались ее обстоятельства. Они натолкнули родных на еще одну версию. Убийство. Мария Нузберг. Эта женщина считала себя последней женой Василия Сталина. Некоторые историки считают, она сотрудничала с КГБ. А Нузберг, девичья фамилия Шеваргина, она и так достаточно серьезно стучала, куда следует. Именно с ее личностью связывает таинственную смерть Василия Сталина его сын Александр Бурдонский. Она поехала к нему, приехала в Казань. Значит, это в районе 4-5 месяцев. За это время она успела расписаться с ним, чего не должна была делать. И не могла, она этого не знала, что он не разведен с моей мамой. И смогла перевести детей на его фамилию. Как только она это сделала, он тут же умер. С Марии Нузберг Сталин познакомился в военном госпитале Вишневского за год до своей смерти. Александр Бурдонский вспоминает. Об этих отношениях родственники узнали не сразу. Однажды родной сестре Василия Светлане Аллилуевой позвонил начальник госпиталя и сообщил о странной поклоннице своего знаменитого пациента. Светлана, делай что-нибудь, потому что с ним рядом подсадная утка. Светлана говорит, а что я могу сделать? Он говорит, ну, потом будет жалеть. Она его уберет. Но все к этому не относились серьезно. Но об этом звонке вспомнили только после смерти Василия Сталина. Странным был и тот факт, что когда родные приехали на квартиру после трагедии, пол был усеян какими-то ампулами. Об этом вспоминала Капитолина Васильева, бывшая жена Сталина. Когда Капитолина кинулась к этим пустым ампулам, которые разбросаны были по квартире, а там КГБшник был, и Марии стали их каблуками давить эти ампулы, чтобы Капитолина не взяла. Что было в этих ампулах? Может быть, яд? Но зачем Комитету госбезопасности нужно было ликвидировать сына вождя? Смерть Василия Сталина связана с гибелью его отца. Именно так считают сторонники конспирологической версии. Они утверждают, развернулась жестокая борьба за власть, и те, кто отравил вождя народов, боялись утечки информации, поэтому избавлялись от опасных свидетелей. Цепочку странных смертей охранников и врачей Сталина замкнул его сын. Кадры похорон Иосифа Сталина. Среди оплакивающих вождя народов его младший сын Василий. Очевидцы говорили, во время траурной церемонии он несколько раз повторил фразу «отца убили». Будучи в крайнем эмоциональном состоянии, тем более подвыпивший был в тот момент, как только приехал на дачу, он начал орать, загубили отца, сволочи. Это не случайно, он давно подозревал, что там что-то не так. Он тогда пил, он тогда упал, сломал Сибирь и обра. Тяжелый был для него момент, но его можно понять, потому что, лишившись отца, он лишился имени. Но мог ли Василий Сталин знать что-то особое о смерти своего отца? Первое, достаточно точно доказали, анализы подняты, материалы там четко видно, что отравление произошло. Те, кто совершил это убийство, естественно, они перепугались. Некоторые историки вполне допускают, если вождь был отравлен, то подробности убийства могли быть известны личной охране Сталина, дежурившей на даче. Не исключено, сообщили что-то и Василий, сын все же. Или же, когда Василий приехал на дачу, то здесь кто-то ему что-то намекнул. В любом случае, Василий заподозрил неладное. Василий, как носитель такой информации, был опасен для установившейся власти. Спустя всего полтора месяца после смерти отца Сталина-младшего арестовали. Дело, по сути дела, липовое, поскольку ему вменялось растраты, которые он сделал при исполнении приказа развить спорт без всяких денег. Понимаете, его вынужден был спортсменов, хоккеистов призывать в армию, задавать им должность, звание, чтобы оплатить деньги. Но это все так делают. Сына вождя содержали в знаменитом Владимирском централе под чужой фамилией. Он значился там как арестант Василий. В общей сложности Сталин отсидел 7 лет. А через два месяца после выхода из тюрьмы вновь попал за решетку. Это было связано с историей, когда Василий пошел в консульство Китая просить политического убежища. Если бы он летел, уехал за границу, то он стал бы как бы символом, знаменем сталинистов против пришедших к власти Хрущевых и других. То есть он как бы самой своей судьбой был приговорен к тому, что его уничтожат. Василий Сталин был выпущен в 1961 году. Но это была не воля, а скорее ссылка. Бывшего генерала отправили жить в Казань. Столица татарской АССР была закрытым городом. Въезд иностранцам туда был запрещен. В Казани Сталин оказался под полным контролем. Настоящая пытка для человека, привыкшего к свободе. Он жил, как будто бы он летел в своем истребителе. Это очень точное замечание. Он как бы сам летел навстречу вот той гибели, которая как бы ему роком была предначертана. Еще до въезда Сталина в квартире были установлены прослушивающие устройства. Так что чекисты знали буквально о каждом шаге бывшего генерала. Каждый вечер Василий Иосифович очень здорово напивался. Рассказывал действительно, говорит, тоже очень много, но и пил конкретно. Именно поэтому многие историки сегодня утверждают, смерть Василия Сталина больше похожа не на виртуозную операцию чекистов, а на стечение обстоятельств, которое, впрочем, сыграло на руку действующей власти. Система его сделала таким, каким она его сделала, и потом она его и уничтожила, это однозначно. За несколько дней до смерти Василию Сталину сделали подарок. Несколько бутылок грузинского вина. Один майор грузин, он ему последний раз принес вино грузинское передал. И вот именно Василий тогда много выпил и умер. Может быть, и в самом деле яд? Почему в квартире Сталина было так много ампул с неизвестным лекарством? Его пытались спасти? Или как раз наоборот? Может быть, он точно знал, что отца действительно убили. Что у Сталина это была не его естественная смерть, а это было спланированное убийство. Сыгравший Василия Сталина известный актер Владимир Стеклов слышал и еще об одной версии его смерти. Мне рассказывали, что там он любил гонять на мотоцикле. И вот с одной из таких, скажем так, прогулок в мотоцикле так привезли с пулей в голове. То есть его убили. В конце прошлого года была рассекречена часть документов КГБ, связанная со ссылкой Василия Сталина в Казань. В отчетах упоминается о том, что бывший генерал часто заводил разговоры о своем отце и руководителях советского государства. Могла эта информация набугать Хрущева? На мой взгляд, вполне. Могли ли сына Сталина убрать специально? Вероятность этого уже меньше. Не исключаю, что если в распоряжении историков окажутся новые рассекреченные архивы, мы еще вернемся к этой теме. И еще важная информация. У нашего агентства появился свой сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова